Я бы хотел пригласить Любовь Вартиковскую, научного сотрудника Национального института рака, Национальных институтов здоровья США. Любовь не только талантливый ученый, который работает в области раковых заболеваний очень длительное время, но и очень активный человек в расах. Люба с нами почти с самого основания ассоциации, и не только в расах, она была и в ассоциации медицинских работников РАМА. И самое главное, Люба была одним из основоположников движения объединения русскоязычных ученых и русскоязычных врачей в Америке. Люба создала первую ассоциацию русскоязычных врачей в штате Массачусетс. И это, в общем, было такой основной, первой, наверное, таким опытом объединения нас, русскоговорящих ученых в США. Люба, пожалуйста. Спасибо. Добрый день. Я извиняюсь, но меня немножечко подвели, потому что мне сказали, что я могу давать мою конференцию на английском. Так что постараюсь сделать на русском. Если что-нибудь забуду, если вы мне поможете, или я смогу на английском. Морусский уже немножечко заржавел после 40 лет. Значит, я хочу вам рассказать несколько историй и несколько венец таких от моей работы и наши научные исследования на раковые заболевания и трансляционной медицине. Что мы понимаем от трансляционной медицины, это для вас не новость, но я вам хочу сказать, что все эти биологические процессы, которые мы изучаем в трансляционной медицине, сейчас подходят более как precision medicine. Значит, мы даем более строго отвечая на молекулярную базу болезней, более того, раковых болезней, которые я приведу к какой-то пример. Но это односторонний путь, как вы всегда видите, когда видится, что идет от лаборатории, где-то доходит до клиники. И этот путь правильный, но он очень тяжелый, очень такой медленный. И поэтому мы должны его немножко менять. И не всегда он получается, и не всегда он получается для всех больных. Поэтому мы разрабатываем сейчас более путь вперед и снова вокруг. Когда выходит резистенция, когда не выходит, почему у этого больного не подошло это лекарство. Мы идем снова в лабораторию, и я вам покажу кое-какие примеры. Значит, это мы подходим уже ко второму, или, может быть, даже к третьему уровню медицины, которую мы называем personalized medicine. И вы это хорошо будете понимать, потому что это будет уже круглый шаг. Значит, традициональная прочь – это, как говорится, в картах играть, биярд, потому что иногда мы видим, что между 1979 году до 1983 года 101 потенциальных, хороших научных исследований, только пять было оправданий на лекарства, и только один вышел на популярное лечение. И даже если когда выходили лекарства, они выходили ужасно медленно, так что было 20 лет или больше, чтобы одно лекарство вышло, нам нужно было это менять. Но транзакционная медицина вошла в целый вулкан, конечно, публикаций и журналов. Один из хороших журналов – Translational Medicine Science. И мы видим, что там проходят результаты молекулярных исследований, метакондрии, вакуны, денги, обесити, ожирение, и даже аллергии, других аллергий, таких, как аллергии для пищи. Значит, это уже на русском. Мы можем сказать, что клиническая проблема одна, но она не одна. Мы, как врачи, знаем, что каждый больной отличается на очень много на второго больного, и комбинации болезней, которые имеют и генетика, и ответ на лечение. Так что, когда мы увидим после научных исследований и внедрения лекарства, оценка результата, мы возвращаемся в лабораторию. И этот концепт для вас, который будет наше будущее поколение, очень важен. Пример, который я хочу вам сказать, это разработка стволоховых клеток. Мы знаем, что есть эмбрионик, стволоховые клетки. Сейчас, конечно, очень большая программа по Indusible Pluripotent Stem Cell, которую вы наверняка хорошо понимаете. И программу, которую мы уже знали и пользуемся давно, это Adult Stem Cell и Cancer Stem Cells. Что специальная часть стволоховых клеток – это the capacity of self-renewal. И кое-какие примеры, которые можем сказать, это трансплантация аутолога с Stem Cell для корней, которые сейчас уже оправдали и применяют в Штатах. И Stem Cell, которые берут с хорошего глаза, выращивают, например, на площадке амниотик-мембраны и снова пересаживают в плохой глаз для заменяя. Еще много примеров трансляционной медицины для Retinal Pigment Epithelium, которые здесь мы видим, электронный микроскоп, и Chicken Wire, Image Immunohistochemistry Tight Junctions. И очень много clinical trials сейчас происходит по Retinal Disease. И это все травы берут эмбрионик или Inducible Pluripotent Stem Cell, которые очень-очень важны. Много других примеров, где мы применяем Stem Cells, травма и Spinal Cord Injury, строк, severe burns, ремотоид артритис и другие анти- и аутоиммунные diseases, heart disease, и myocardial infarction, когда мы делаем имплантацию, мезенкимал stem cells, now almost approved, hearing loss, retinal disease, которую я вам показала, Huntington disease, Parkinson disease, и самая большая такая explosion – это drug development. Значит, мы можем взять Inducible Pluripotent Stem Cells самого человека и пробовать лекарства на их, на его собственные клетки. Много протоколов здесь, from direct injection to replacing damaged cells, менять гены using CRISP-Cas. Я видела здесь один постер был, CRISP-Cas. Very nice, very much update. и cultivating, разращивая этих stem cells в ин-vitro, без перемены их характеристик. И замена очень важна для остеопоросис. Я вам расскажу кое-что на нашу программу о костях. Здесь две foundation, которые вы можете посмотреть New York Stem Cell Foundation и California Stem Cell Agency, которые имеют очень хороший updated список всех клинических trial, которые занимаются стволовыми клетками. IPS cells – вся новая история, с которой мы сейчас очень хорошо знакомы, потому что это все произошло как раз в вашем периоде, где вы изучали медицину и биологию. И первая публикация была в 2007 году, уже в 2012 была премия Nobel Ямонако. Ямонако хирург, хирург-ортопедист, которому дали очень интересную программу в Киото, что такое надо сделать что-то, кто никогда, никогда не делал. если нет, ему не дадут стажировку, не дадут ему студентов. Так что вся история – это очень интересно. Но мы знаем сейчас, что при программе для вас это уже не новость, что можно сделать любую клетку из хвостика мишей из нашего февроласта скин биопси. И вторая программа – это дифференциейшн. И сейчас еще добавляем джин эритинг, крисказ, убираем, подметаем, и будут клетки чистые, чтобы делать пересадку. Самое интересное, я думаю, в этот момент, которое мы пользуем много, это мезенким stem cell. Почему? Потому что мезенким stem cell могут переходить во все другие виды клеток. Кардиомайлсад, когда мы делаем культив в лаборатории, через 2-2,5 недели уже начинаем видеть, что клетки начинают сами биться в своем маленьком тарелочке. Жирные клетки, невроны, мотоневрон и хемопоэтик stem cells. Значит, IPS technology еще не прошло полностью, но пройдет. Конечно, можно взять мезенким stem cell из кости, можно их взять из жирных клеток, но это limited source, а IPS был бы forever. Так что мы думаем, что это будет в будущем. Одно из примеров, которые мы делаем, мы делаем IPS cells, которые мы делаем differentiation of mesenchymal stem cells. Это здесь программа, где мы проходим embryoid bodies, потом mesenchymal stem cells и потом уже замораживаем их на долгое время. Одна из болезней, из которых мы изучаем, это brittle bone disease, osteogenesis imperfecta. я думаю, для вас знаком один из самых знаменитых больных, который имел эту болезнь, это тулус латрек, знаменитый живописец, который упал и поломал свои кости, когда ему было 6 лет. И мы берем IPS cells с этих больных, мы делаем gene editing и делаем программу, чтобы восстановить снова. Я хочу вам рассказать о новой программе, которую немножечко добавляет еще второй, третий, я думаю, это уже четвертый уровень нашей науки. Первым делом в науке мы знали протеины, это уже идет очень давно, потом РНК, которую мы хорошо пользовали, но это нам помогает, но не полностью дает все ответы. Потом мы подошли к ДНК и sequencing ДНК, не только exome sequencing, но сейчас делаем hojin sequencing, все равно нам это полностью не дает ответы на все, раковые заболевания. И мы подходим к пониманию, что нам нужна координация всех этих элементов. как ДНК открывается и закрывается, и как РНК происходит, и как протеинный транскрипшн фактор регулирует это открытие и закрытие ДНК. Значит, эпидженетик становится нашим самым высшим контролем наших генов. Значит, если мы все это посмотрим отдельно, мы будем видеть, как-то говорится, хвостик. Но когда мы будем все сделать как комбинацию и РНК, и ДНК, и все элементы эпидженетики, мы сможем понять весь, как говорится, the whole beast, весь слон. И это очень важно, потому что мы можем это делать. У нас есть технические элементы, которые мы можем применять, чтобы это сделать. И я вам дам один пример. Мы изучаем в лаборатории, сейчас я уже перешла с белков на РНК, на ДНК, на эпидженетикс, мы изучаем chromatin structure. Но мы не изучаем метилейшн, асетилейшн, специфик, хистон, модификашн. Мы изучаем global structure DNA. Значит, где открыто, где закрыто. Если наши клетки реагируют на кортизон, именные клетки умирают, жирные клетки растут, значит, у нас большая разница в эпигенетике, где кроматин открыт, где кроматин закрыт в каждой клетке. Значит, мы пользуем технику, которая называется DNA hypersensitivity, которую мы можем всю ДНК разломать на кусочки в очень коротенькое время, 3 минуты, и потом делать whole genome sequencing. Значит, для нас мы делаем whole genome sequencing каждые 3-4, может быть, 5 минут времени после гормона. Это значит, что у нас было 10 лет, чтобы мы сделали один genome sequencing. У нас происходит это каждые 5 минут. Значит, DNA will release fragments of DNA, и эти фрагменты, мы только берем самые маленькие части этих фрагментов, и мы их переходим на sequencing. Мы только берем очень маленькие части, которые digested, и потом знаем, какие остались, которые остались, это значит, закрыты, до них DNA не мог их расщепить. А где missing, значит, у нас будет это полностью весь sequencing. Так, мы делаем DHS-seq, и это, например, пример DHS-seq на differentiation of mesenchymal stem cells to osteoblast, и как вы видите, 11 тысяч новых DHS-seq sites appeared after 24 hours. Actually, similar, похожий номер DHS-seq даже после 4 часов. и мы можем смотреть, какие эти modification, massive DNA chromatin modification occur, и они прошли в promoter, exon, intron и enhancers, которые самые интересные, потому что никакой другой метод у нас нет, чтобы посмотреть на enhancers, и никогда не было. Это один пример, например, collagen 1A1, который самый важный для collagen для differentiation, для программы костей, osteoblast differentiation, и этот collagen, конечно, где есть мутация в одном base pair, в osteogenesis imperfecta, болезни, которую я вам показала. И вы видите, что в это промотор, около промотора proximal enhancer, есть огромнейшая модификация collagen 1A1. И мы ее видим в 4 часа, мы ее видим 24 часа, а РНК для collagen 1A1 появляется после 5 дней. Так что мы видим перемены, которые будут eventually reflected in РНК and gene expression, но намного раньше. И оттуда мы можем видеть очень ранний network и огромнейшая биоинформатика, новая область для меня изучения, которую мы сейчас делаем, чтобы видеть, какие network открываются и закрываются перед тем, что РНК is actually made. And that's amazing. И это мы видим кое-какие центры и networking, которые регулируют bone formation. Значит, поэтому можем мы где-то разрабатывать лекарства, чтобы помочь клетке делать bone. Но вернемся к раковым заболеваниям. Мы знаем, что рак один из самых таких personalized medicine примеров, потому что в раковых заболеваниях есть эволюция наших опухолей, selection, drift, invitation полностью происходит, и мы знаем, что если рак растет быстро, более у него есть возможность, чтобы сделать мутации и develop resistance. Мы знаем, что рак один из самых ранних примеров personalized medicine, потому что рак груди мы уже лечили антиэстроген очень давно, перед тем, что даже мы знали, что personalized medicine был, андроген deprivation для рака простаты и более новое лекарство, которым я работала давно уже, когда оно вышло, это Gleevec для BCR-ABLE теросина кенаса блокиадор. И более недавнее лекарство, которые уже подошли, это Herceptin, блоки Her2, CD20, CD19, CD22, блокиадоры для лимфомы, различных видов лимфомы, и блокиадоры теросинов кенасы, которые сейчас в список растет с таким способом, что ее даже нельзя взять, я уже имена не забываю, я должна найти в веб-сайт, чтобы посмотреть, какое новое имя, какая-то программа продала с одного другому и туда-сюда. И другие кенасы инхиберы, surafenib, RAF инхибитор, PI3 kinase инхибитор, SIC инхибитор и другие. Значит, рак, заболевание, которое мы делаем в personalized medicine, идем с лаборатории к больному и назад. Эти примеры breast cancer, эти примеры lung cancer, EGF receptor и meth amplification, который выходит. И другие раки, например, рак мочевого пузыря, у которого у нас сейчас большая программа ведем в моей лаборатории, потому что нет никакого драйвера. Там нет EGF рецептора, там нет никого, которым мы знаем террасину кенасу. Есть 1% имеет FGF рецептор, BDACET. Значит, большинство мутаций в раке мочевого пузыря chromatin remodelers, о котором мы знаем очень мало, и поэтому мы делаем этот chromatin profiling в этом типе рака. Например, это пример, когда амплификация C-MED, это большинство уже нормально expressed in the liver, но он amplified in lung cancer after developing resistance to EGF receptor inhibitors. Ну, если мы посмотрим на рак, заболевания рака в мире, мы видим, что у мужчин, это статистика 2012 года, инцидент более в Соединенных Штатах, здесь Россия, идет недалеко от Соединенных Штатов, но смертность от рака у мужчин очень высока в России, так что нам нужно, есть место, чтобы работать, мы должны делать лучше. У женщин ситуация похожа, но смертельность у женщин в России не такая высокая, как у мужчин, так что есть, где мы можем делать improvement, чтобы поднять медицину на уровне других стран. Значит, Институт национального здоровья занимается очень интенсивно с этими программами, с лаборатория больного и обратно, и эти стапы, которые мы проходим, есть 61 центров раковых заболеваний в Штатах, заполнилось 240 миллионов каждый год и они проходят все эти фазы, фазу basic research, фаза ноль, кто знает, что фаза ноль? фаза ноль, то, что когда мы смотрим, если, например, мы пользуем новую тиросину кенасу, если она доходит до этого, до этого, до этого, и таки блокирует эту тиросину кенасу, это значит, фаза just effectiveness, потом уже начинается safety, это почти всегда делаем комбинацию ноль и один фаз 2 и 3 clinical trials и хочу вам сказать, что мы координируем программу, которую я вам рассказывала раньше, тренировки для персонала фармакологов, медсестер, врачей для понимания и для разработки clinical trials. Я хочу вам показать список лекарств, которые approved FDA в Соединенных Штатах и остались км оставили те, которые институт национального здоровья имел какую-то роль для его развития. Эти старые лекарства, которые вы знаете, адриамайнсин, блеомайсин, имитатраксон, карбоплатинум, джемсайтубин, херсептин, и эти уже новые появляются гливек, велкейт, Эрбитекс. И этот список закончился у меня на слайде в 2002 году, и, конечно, этот список еще такой же огромнейший в последние годы. Значит, Институт национального здоровья и более того, Институт раковых заболеваний занимается очень интенсивно. Мы все participate в этой программе. Но есть какой-то результат? мне все спрашивают, но все эти новые лекарства есть что-то? И да, у нас есть очень большие перемены не только с болезнью раком, которой многие люди живут, хронически с раком, но уменьшение смертности в раках. Значит, в Соединенных Штатов все мужчины и женщины уменьшение и вместе здесь это желтенькая линия 23% уменьшения не заболеваний, заболевания увеличивается, потому что продолжается наш возраст людей, но уменьшается смертность от рака в Соединенных Штатах. Значит, есть возможность применять эти молекулярные терапевты. Так что я хочу вам сказать, что в основном we live in an extraordinary time. И я надеюсь, что у вас есть такой же excitement для медицины и биологии, который у нас, потому что вы будете работать с вещами, которыми мы даже себе не представляем. Вы, наше поколение, вы должны нас вести в будущее. И хочу поблагодарить за внимание и хочу вам показать маленькие кинофилии. Я немножко сократила мое представление, потому что хочу показать кое-что о нашем Институте национального здоровья. Мне можете помочь, чтобы переделать эту? Кто-нибудь? Я Я Продолжение следует... 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 что мне позволяет им иметь медицинскую лечиться сегодня. Если люди сегодня не участвуют в клинические лечения, там будет не удачи. Нет медицинских лечений. Как люди приезжают в клинические лечения? Все информацию вы нужны для начала можно найти на нашу Клиническая Ресурсия и НУ, веб-сайт, клинicalresearchтриалс.них.gov. NIH continues to break ground in research on the nearly 7,000 diseases that affect fewer than 200,000 people called rare diseases. NIH's Office of Rare Disease Research seeks answers for people with unusual or undiagnosed conditions who often have nowhere else to turn. The NIH Undiagnosed Diseases Program is an initiative to help us to diagnose patients who have long sought a diagnosis but haven't been able to get one. It also helps us to find new things about biochemistry and cell biology and even new diseases and new pathways for the medical profession. Locating, organizing, sharing, and analyzing scientific information, transforming it into progress, presents a challenge. In 2013, NIH launched a big data to knowledge initiative called BD2K to support the development of tools, methods, and expertise to help researchers take advantage of the treasure trove of information now available to them. BD2K is the cornerstone of a new field of science that will help meet the challenges of the 21st century. The program is expected to accelerate the pace of discovery and lead to new approaches for the treatment and prevention of disease. In April 2013, the White House launched the BRAIN Initiative to shine a bright light into brain research. BRAIN stands for Brain Research Through Advancing Innovative Neurotechnologies. With support from NIH and other sources, the BRAIN Initiative will produce a first-ever, one-of-a-kind dynamic map of the interactions among the brain's cells and circuitry through time. A deeper understanding of the brain will help researchers treat, cure, and even prevent brain diseases. I tested an early version of BrainPort, and I was blown away. The first thing that they did was to roll a ball. And it was only after a few rolls that my brain figured out, okay, the ball is like here on my tongue, so therefore it's out here in the world. And I was reaching out and grabbing this ball. All it is is a two-dimensional picture that I'm feeling on my tongue. And my brain is doing the work of translating it back into three dimensions and translating it back into the space in front of me. Thanks to NIH research on addiction, we already know how drug abuse affects and changes the brain. Addictions, drug abuse, are actually the ones that are the most, most stigmatized. So where you are at is a disease of the brain that produces a loss of your ability to exert control, what we call free will, because free will is not something that's spontaneous, I sort of. It's the product of the biology of the brain. And there are certain networks and circuits that enable you to do it. Drugs disrupt those specific circuits, and as a result of that, even though you are aware that you shouldn't be taking drugs, you cannot stop it. To ensure that we have a future generation of scientists to conduct life-saving research, NIH is committed to attracting a diverse range of future investigators who bring a variety of perspectives to science. NIH helps advance their training and provides them with a place to learn and grow. More than 140 NIH-supported scientists have been honored with Nobel Prizes. Carol Greider won the 2009 Prize in Physiology or Medicine. I got the call this morning from Stockholm that I won the Nobel Prize, and I won it for the discovery of telomerase, which is a discovery that was made about 25 years ago now. NIH remains the largest source of public funding for medical research in the world. Besides advancing human health, the public investment in NIH fuels the U.S. economy by creating a foundation for the biomedical industry, which employs 1 million U.S. citizens. It is estimated that for every dollar invested in research by NIH, $2.21 is generated in the local economy. NIH continues a long history of uncovering new scientific and treatment approaches that lead to improved health care and longer lives, representing clear, measurable returns on the public investment Americans make in research. Today, we've seen that NIH is firmly invested in improving health for people of all ages and battling all types of diseases. The 21st century offers near-limitless opportunities for advancements in health and science. As we move into the future, NIH is also committed to innovation, to finding ways to transform inspiring possibilities into reality. Thanks to NIH, you, your family, and friends, people across the United States and those around the world can hope to live healthier, longer, safer, and more productive lives. Please come back to visit us often or online at ExploreNIH. I think I've spent a little bit more time, so I have a question of questions in the end of the evening. Thank you very much. Thank you, Люба, a lot. Thank you very much. Thank you very much. Thank you very much.